Вот это, наверное, называется состоянием, когда плющит каждый день. Когда вам говорят, сначала чувство появляется, а потом откат, так вот я утверждаю, бывает такое, что чувства не откатывают никогда. Они переходят в более глубинный уровень и после этого рвет аж. Просто сидишь и аж так... Это огромное количество энергии, которое является потенциалом. Когда у человека много этой энергии, это энергия потенциала, постоянное ощущение подпитки. Не нужно много есть, не нужно много спать. При этом я утверждаю, что это возможно, если человек выполняет практики. Школа моя, она устроена по принципу самолета, который разгоняется по трамплину и после этого уже летит в постоянном полете. Просматривание будущего. Дальше техники, связанные со здоровьем. Дальше практики, которые связаны с состоянием сознания. Дальше практики, которые связаны с деньгами, там есть практики, с решительностью. Убирание негативных состояний, изменение внутренних состояний. Не при помощи психологии, а при помощи обвел, выкинул, запечатал, понимаете, вот таким образом. Причем они настолько эффективные, потому что их выполнять просто. Когда это все сводится к тому, что мысленно представил себя ярким белым шаром и сделал какие-то движения, произнес по себе мысленно мантру и после этого ты спокойный уже, как удав, и это чувствуют люди вокруг, то это называется эффективность. То есть не каждодневное сто раз произношение какой-то там мантры или какого-то слова. Ребята, вы же не видите жизни. На самом деле мир прекрасен, он офигенен, насколько это можно только представить. Офигенные люди. Дело в том, что не бывает разделения плохого и хорошего. Не бывает ни плохих людей, ни хороших. Люди просто путаются, они делают неправильные шаги. Ну так а мы при чем? Это их касается. Мир прекрасен, если жить с позицией, что война отсутствует, когда мир прекрасен. Можно сделать в жизни ошибки, жить с нелюбимым человеком. При помощи моих практик вечером попрогревали слои, утром проснулись и всем хорошо. Там техники ЦОН, а также техники, при которых появляется вот эта решительность. Стоишь перед человеком и говорит, я тебя убью, убей меня только быстро. А еще ты не сделаешь, я тебя сам убью. То есть человек становится решительным, ничего не боится, отсутствует напрочь состояние страха. Практики, при помощи которых можно изменять погоду. В течение 20 секунд можно поменять погоду. 30 градусов холода на 5 градусов тепла. Сделай так, чтобы вокруг тебя на расстоянии 3 километров шел дождь. Или наоборот. Это техники Хунца, они в школе практикуются, очень интересные. Зачем я это даю? Дело в том, что когда человек начинает управлять погодой, начинает верить в себя. Серьезно начинает верить в вот это моя энергия. И даю практики, при помощи которых можно двигать предметы. Руками, да. Даю практики, при помощи которых можно притягивать человека в свою жизнь. Поднял руку, девочки потом звонят, говорят, надо же, нужен был мне. Руку поднял и позвонил через 2 часа. В общем, очень интересные вот эти системы. Хочется любить своих детей, хочется верить в людей. Знаете, отсутствует война. Очень интересная практика. Когда я был в Индии, наблюдал за людьми, я постоянно видел сияние на уровне груди. Когда я был с монахами, к кем-то общался, всегда видел сияние. Это сияние всегда имело разные формы. После этого встретил человека Патрула, там был у меня такой знакомый. И когда я увидел Патрула, у него было сияние в виде определенного символа. Я говорю, а что это за сияние? Он говорит, это я себе построил. Я говорю, как себя построил? Что это? Он говорит, это сияние максимальной любви. Если у человека этой любви нету, человек не живет. Когда я приехал в Европу, приехал на Украину, я вижу людей, которые не живут. Поэтому я здесь. Потому что здесь не живут вообще. Почему? Потому что у нас отсутствует понимание искренней, безвозмездной любви. У нас продажа. Нужно продавать себя. Нужно продавать себя за что-то. Нужно улучшать жизнь. А оно строится как раз из этой энергии. Ее свечение видно. При этом свечение имеет четыре стороны. У нас обычно одна сторона хоть как-то тлеет. А все четыре стороны никогда не светятся ни у кого. Не видел еще ни одного человека. Ни одного человека не видел, кроме учеников своей школы. Даем человеку вот это свечение на уровне груди. Он начинает понимать, как работают энергии. Ему плохо. Исчезает энергия души. Потому что такое ощущение, будто силы есть и настроение есть. А внутри что-то нет. Вот такой, о боже. Аж плачут до девятого дня. Говорят, боже, ну когда же мы уже закончим это все. Ну когда же закончим. При этом мягкие техники. При этом все можно кушать. При этом ничего там мы особого не делаем. На четвертый день, когда запечатываем эту энергию, бывшие наркоманы говорят так. Ощущение, будто укололи героин снова. Говорит, так плющит, как будто укололся. Говорит, это ужас какой-то. Вот у нас есть там ребята кайфу. И они говорят, что вот у меня ощущение, как будто я ширнулся, как 20 лет назад. Говорит, меня вот так накрыло. А сколько это будет продолжаться? На второй день звонит, говорит, прет до сих пор. Я говорю, ну да, и так всю жизнь потом. Понимаете, когда это включаешь в себе, прет всю жизнь, от всего. Бывает так прет, что нужно куда-то забежать, и так, аааа, после этого выйти, я отпустила. Серьезно, вот так накрывает периодически. Эти эзотеристские практики, это то, о чем пишут, но никто никогда ничего этого не давал. Почему? Не существовало. Были тертоны, они поумирали. Тертоны давали эти практики, но были тертоны, которые родились. Именно поэтому в свое время патрул меня нашел на тибетском рынке и сказал, как тебя зовут? Дуйко. Дуйко, супер. Идем со мной. Я говорю, слышь, дед, ты отсюда, нафиг ты мне нужен. Я доктор, я лечу людей, нейрохирург, психиатр. Я умею и разбираюсь, каким образом можно помогать людям. Ты-то причем? Говорит, ты ко мне через два дня сам придешь. Пришел. Пришел к патрулу, и патрул обучил, потому что он мне сказал, ты Тертон. Какое же было мое удивление, когда спустя годы я читал хроники Акаши, и в хрониках Акаши было написано, что в Европе появится направление, основателем направления будет человек, фамилия которого будет переводиться, как камень в воде. Вот моя фамилия переводится с санскрита, как камень в воде. Из китайского языка, из тибетского языка. Это в свое время в хрониках Акаши было написано. Не вера в меня. Я говорю, не верьте в меня, проверьте мои практики и измените свою жизнь. Не верьте в школу, сделайте практики, измените свою жизнь. Верьте в себя. Я при чем? Верьте в то, что жизнь, она прекрасна. Но можно верить, но а как же верить в случае, если у тебя поломаны ноги, ты болеешь очень сильно, у тебя нет имущества, ты никому не нужен. А как же таким людям жить? А существуют практики, которые могут помочь человеку быстро выбраться и навсегда быть сильным, богатым, здоровым, решительным, неленивым, видеть цель, чего-то достигать. Эти практики простые, а с другой стороны сложные. Но для того, чтобы выполнять практики, достаточно 30 минут в течение дня. Я объясняю, что такое эзотерика и йога с позиции эзотерики. Не с позиции эзотерики, которую навязывают нам люди, которые хотят заработать, а с позиции себя. Я состоялся. Поэтому как состоявшийся человек могу дать возможность людям получить реализацию в виде ощущения состоятельности. Финансовой, а также жизненной, а также еще какой-то. Эта состоятельность, она дает человеку свободу и радость с первого дня. Нужно всего лишь следовать моим рекомендациям. Рядом с вами есть человек, который говорит много «я», убегите от него. Жить с человеком, который часто использует слово «я», это жить как рядом с бочкой, которая полыхает и скоро взорвется. На что вы обижаетесь? На то, что вы говорите много «я». Вы обижаетесь на то, что вы строите себе мир в виде вот этого «я». «Меня можно любить, потому что я деловой, неделовой, мачо, не мачо, я богатый, небогатый, я умею, я не умею». А в случае, если произойдет разрушение этого всего, что вы делаете? Обижайтесь. А никто же не понимает, кто на что обижается. Ребята, это и есть настоящая, яркая, интересная эзотерика. Состояние радости от этой жизни и ощущать его постоянно. Причем всеми фибрами своего тела, которые есть, и которые благодаря практикам увеличиваются в миллионы раз. Получить вот этот потенциал энергии, который никуда не уходит никогда, когда ты можешь утром проснуться и бежать, вечером проснуться и бежать, или там встать и пойти. При этом ты становишься просто терминатором. На тебе все заживает, ты справляешься с болью, ты справляешься с любыми эмоционами, которые в тебе есть. Потому что призыв школы принимай себя, не сражайся, не убегай, а принимай. Ведь можно бояться заходить в торговый центр, прятаться в сотовый телефон, а можно принять себя. Я такой нервный, я еще какой-то, я это принимаю. Все, тебя уже это не мучает. Я там некрасивый, я там красивый, я толстая, я худая, можно, там мне все равно, я себя принимаю. Все, после этого тебя это уже не мучает. Понимаете? Я богатый, я бедный, я принимаю все, что у меня есть. Все тебя это уже не мучает. Что об этом говорить? То есть, такие вот системы, они потенциально очень хорошо работают с человеком. Ну и все из этого исходящие моменты. Это все организовывают для людей, чтобы это распространялось, чтобы эти люди могли сами дальше нести вот это учение. Учение по-настоящему, которое я называю учением тертонов. Тех людей, которые со своим рождением имели уже способности, а также смогли эти способности развить у себя, а также смогли эти способности найти. Ведь множество техник, они никогда не существовали. Я даю очень быстро информацию, нету мазни никакой. Сделай так, сделай так, вдохни, представь. Вот, и так вот, там очень много информации. И плюс еще 32 семинара у меня, которые я читаю отдельно, каждые, ну, 3-4 часа. Все аспекты жизни, сексуальные техники, а также техники, связанные с деньгами. Я могу человеку открыть канал ясновидения за 40 минут, он начнет просматривать будущее других людей и свое, и ничего в этом страшного нет. Не начнет видеть черное, белое, просто будет видеть, что с ним будет происходить. Чем видеть? Рассказываю. Как это происходит? Показываю. Что нужно для этого делать? Примитив. При этом рассказываю даже, как это отработать, чтобы это было четко, четко и точно. Это все мы пробуем, потому что это работает, как показывает практика, даже без рекламы этой школы, а школа имеет за полтора, сколько она, два года, за два года школа имеет уже 2000 учеников. При этом я руками и ногами отталкиваюсь все время, говорю, да не хочу, да не хочу, да не хочу, то в Египет, то в Берлин, то еще куда-то уезжают, и мне вечно некогда. А она все равно проводится, потому что сами собирают, сами друг друга находят, сами это все между собой сколачивают, и все равно это проводится. Самая лучшая реклама, когда люди пробуют на себе и говорят, мне помогло в жизни справиться с чем-то, а ведь справляются, я даю технику убирания проблем, когда у вас проблемы, и вас там должны убить, и вы убираете это на протяжении одного месяца, вы после этого за мной будете ходить всю жизнь и благодарить, и говорить, дуйко, большое тебе спасибо. Видел, сколько на день рождения людей приходит обычно ко мне, вот, а в Киеве это паломничество. Почему это связано, и с чем это связано, да не со мной это связано, это люди просто выражают свою благодарность, и они выражают свою благодарность за то, что в их жизни хоть что-то поменялось. Когда у человека меняется в лучшую сторону, а эта лучшая сторона, она не связана с тем, что появилась вера, или появилось еще что-то конкретное. Появилось здоровье, появились деньги. Здоровье, деньги есть путь частью. Вот и все, рекомендации к счастью. Будь здоровым, будь богатым. Все, будь здоровым, будь богатым, будь счастливым. А у вас, что, я живу с этим мужчиной, я не знаю, как, да, я богатая, но у меня нету здоровья. Вопрос, здоровья почему нету? Потому что ты себя не любишь, потому что ложишься, как непонятно, кто с этим мужчиной, продаешь себя за квартиру, за еду, там, за что-то. Мир устроен по-другому. То, что нам навязывают, навязывают несчастные люди. Первопричина всего. Когда женщина восхищается окружающими людьми, она начинает быть уверенной. Неумение восхищаться собой, окружающими людьми. Вообще проблема жизни в социуме, в том, в котором мы живем, вера в то, что существует война. Мир, нужно добиваться чего-то, нужно что-то делать. Я в этом не уверен. Мир, ничего не надо добиваться. Получаешь от жизни удовольствие, и тебя просто накрывает все время. Большим количеством всего, и любви, и денег, и возможностей.